Сочи отремонтируют улицы, названные в честь героев, причем часть работ уже выполнена. Чем сочинские вокзалы отличаются от минских? В Сочи для обмена опытом прибыла делегация МВД Белоруссии. Новые совместные проекты и помощь несчастным семьям. Мэр Сочи встретился с епископом сочинским и туапсинским Германом. Китай в центре Сочи. Сегодня в художественном музее открылась выставка известных художников из Поднебесной. В Сочи начала работу горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее организовали для оперативного решения проблем с подключением многоквартирных домов к системе теплоснабжения. Звонки принимают специалисты отделов жилищно-коммунального хозяйства районных администраций в будни с 9 до 18 часов. Телефоны районных горячих линий вы видите на экране. В случае, если проблема не была решена на уровне района, можно обратиться в отдел коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства по телефону 264-84-73. Детские спортивные площадки, рентгенаппарат и газ, который подарит тепло. Свои просьбы кубанцы смогли передать напрямую губернатору. Обращение в Немин Кондратьев выслушал на личном приеме. В разговоре участвовали руководители профильных ведомств и главы районов. На газовой трубе стоим, которая идет на улицу Залиманово. Меньше метра отделяют этот дом и целый микрорайон от тепла. Газовая труба появилась здесь три года назад. Однако подключиться к ней могут не все. Так без голового топлива остался городок «Юность». Туда-то довели высокого давления, большую трубу. Мы видели, как ее прям по улице раскопали. В принципе, в течение недели они все сделали. Но теперь с этого ящика надо тащить обратно более тонкую трубу. Никто этого не делает. В 2012 году районную котельную местные власти признали нерентабельной и закрыли. С тех пор людям приходится греться по старинке дровами или электричеством. Не уютно, холодно, потому что отапливаемся кто как может. Ну вот я, например, у меня все комнаты закрываю. В одной комнате камень стоит. И вот мы вдвоем с мужем. И вот зимой вода по стенкам дечет. С этой проблемой жители городка решили обратиться за помощью к губернатору. Как оказалось, в администрации района ситуация уже знакома. Глава муниципалитета заверил, что проект газопровода на стадии разработки. Через восемь месяцев после госэкспертизы строители смогут приступить к работе. На сегодняшний день получены технические условия. Проведена работа по топосъемке, то есть определение прохождения трассы. В 2020 году мы запроектируем и, соответственно, в 2021 году будем строить. А сколько срок выполнения работ? До конца 2021 года абсолютно. То есть в новый год 2022 года они встретят с газом, так я понимаю? Из другой станицы, но уже Абинского района, на приеме потомственная казачка. Светлана Попович здоровается с главой региона, словно бы они из одной станицы. В районе у нас уже есть такие площадки, мы все это видим. И вот мы обращались к нашему главе района Вячеславу Александровичу. Он поддержал нас. Но дуже дорого стоит эта площадка, понимаете? С неподъемной суммой поселковый бюджет не справляется. Поэтому региональное министерство спорта уже внесло площадку в Менгрельской в свои планы. В регионе за 15 лет построили больше 600 таких спортивных площадок. В следующем году ведомство собиралось возвести 10 комплексов. Но губернатор вносит коррективы. Давайте сделаем так. Я деньги вам дам на 20 площадок. И это тоже ничто. Но хотя бы 20 площадок в год. И еще раз подчеркиваю, по цене они не такие дорогие. А эффект от них, эффект огромный. Из небольшой проблемы станичников Абинского района в ручном режиме рождается проект комплексной зоны отдыха. После диалога с главой района выясняется, что рядом стоит дом молодежи, который давно планируют восстановить. Вениамин Кондратьев призывает браться за задачу сразу более масштабно. А эта спортивная площадка, Вячеслав Александрович, она где будет по локации? Она будет располагаться в центральной части, недалеко от администрации. Но она будет началом для развития определенного земельного массива. Там есть старое здание, заброшенное старого дома культуры. Небольшой берег реки Аушет, который мы планируем впоследствии облагородить в рамках комфортной городской среды. Давайте сделаем так. Если вы с этим клубом, так называемым, планируете эту спортивную площадку многофункциональную, то, естественно, она будет смотреться не то, что кратно, выигрышней, чем рядом, скорее всего, вот этот клуб. Поэтому, если уже заниматься, то заниматься по-хозяйски нужно в комплексе. Тогда уже и клубом, и этой площадкой. И сделать вот такой досуговый центр для молодежи. Подготовьте в целом концепцию развития вот этого массива, этой территории. Если там многофункциональная площадка в следующем году будет уже строиться, то быстренько, быстренько делайте проект, и давайте посмотрим, что мы сможем сделать из этого клуба. Из всех, кто был на приеме сегодня, большая часть именно из небольших поселений. Станичная инфраструктура не должна отставать от городской. Но есть проблемы и в краевой столице. Слишком быстро растущая периферия Краснодара вызывает серьезную нагрузку на социальную сферу. В станице Елизаветинской жители беспокоят местная поликлиника. В ней уже несколько лет нет аппарата УЗИ, а рентген работает на пределе мощности. Просить новый приходится у главы региона. То, что должно делаться в рамках системы, в рабочем порядке, делается в том случае, если кто-то пробивается либо к главе города, либо к губернатору, и только потом начинает что-то делаться. Конечно, нужно рентген оборудование, и все это должно быть. Но не потому, что кто-то до кого-то добежал, а потому, что мы изначально на всех уровнях власти, и поселковой, и муниципальной, и краевой, должны изначально просто чувствовать человеческой душой, что это все нужно. Ну, конечно, этот вопрос все равно должен был разрешен быть до того, как мы попали на прием к губернатору. Но в моем понимании так. Почему люди-то и возмущаются? Потому что нужно все время штурмовать либо кабинеты, либо этажи, либо стены, либо эти здания административные, чтобы что-то получилось. Либо чтобы что-то они получили от власти. Но на самом деле, мое глубокое убеждение, что власть должна здесь быть впереди людей, им не нужно штурмовать. Это мы должны понимать, ощущать, как они живут, и что нужно сделать для того, чтобы они ничего и никого не штурмовали. Вопрос решается по-медицински и оперативно. Прямо на встрече министр здравоохранения пообещал решить эту проблему в феврале будущего года. Несмотря на высокую цену оборудования, около 17 миллионов, деньги в краевом ведомстве уже запланировали. За исполнением всех сегодняшних поручений губернатор проследит лично. В Сочи отремонтируют улицы, названные в честь героев. Объекты приведут в порядок в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Улицы, названные в честь героев войны, отремонтируют в трех городах Краснодарского края. Работы планируют завершить к 9 мая. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что в Сочи в следующем году отремонтируют улицы имени героев Советского Союза и Сауленко, и Турчинского. В этом году по нацпроекту на курорте уже отремонтировали улицы героя СССР Павлова, улицы Победы, Севастопольскую и 20-й горно-стрелковой дивизии. На улице Панфилова ремонт сделали за средства местного бюджета. Совместную работу по целому ряду проектов обсудил сегодня мэр Сочи Алексей Копайгородский с епископом Туапсинским и сочинским Германом. В Сочи есть необходимость в работе воскресных школ, создании консультативных центров для помощи алкой наркозависимым и членам их семей. Реализация этих и других проектов мэрии и православной церкви принесет большую пользу как прихожанам, так и жителям многонационального Сочи, подчеркнул глава города. Епископ Герман со своей стороны отметил, что сочинская и туапсинская епархия создана с целью тщательного изучения региональной ситуации. Также образование новой административной единицы подразумевает всестороннее развитие приходской жизни. Об этом епископ Герман рассказал главе города Алексею Копайгородскому. На сегодняшний день в нашем городе 39 храмов, большинство из которых построены за последние 15 лет. Алексей Копайгородский отметил, что власти Сочи придают огромное значение сотрудничеству с Русской Православной Церковью, как и со служителями других конфессий, представленных в нашем многонациональном городе. Троице Георгиевскому женскому монастырю исполнилось 20 лет. Обитель расположена в селе Лесное. Сегодня это одно из известных мест притяжения многих паломников. История женского монастыря началась с этого места. В 1999 году здесь трое монахинь установили палатку, которая около года была их и храмом, и домом. Монастырь строили исключительно на частные пожертвования. Храмы и часовню проектировал архитектор Федор Афуксиниди. Во время юбилейных торжеств немало добрых слов звучало и в адрес настоятельницы матушки Анастасии. За ту масштабную работу, которую она смогла провести за достаточно небольшой в масштабах истории срок. Праздник над торжеством. Спасибо. Праздник. Спасибо. Уместительность этого города. Очень приятно знакомиться. Гости знакомились с храмовым комплексом и изучали фотолетопись создания монастыря. Первым в 2000 году здесь осветили собор святого Увара Великомученика. Именно с его колокольня теперь ежедневно по окрестностям разносится мелодичный звон. Затем свои двери для прихожан открыли еще четыре храма в их числе и церковь в честь иконы Песчанской Божьей Матери. В 2013 году под его сводами вместе с прихожанами встречал Рождество президент России Владимир Путин. К юбилею строители закончили внутреннюю отделку уникальной в архитектурном плане часовни. Ее будут освящать в честь святой Анастасии Узарешительницы. Мне хочется всем сочинцам пожелать счастья, здоровья, побольше приезжать в наш монастырь, причащаться, исповедоваться, вести церковный образ жизни, потому что впереди у нас всех Бог, спасение наше. И мы перед ним за все дадим ответ. Всех гостей праздника угощали солдатской кашей, и это символично подчеркнула настоятельница монастыря. На южных рубежах России православная церковь всегда играла роль духовного оплота для военных, защитников границы. Монастырь будет расширяться и дальше в плане возведения большого храма. Средства дадут меценаты из Москвы. Правда, дата начала строительства еще не определена, но место уже выбрано. Собор появится при входе в православный комплекс. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 26 сентября в Сочи переменная облачность, дождь, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем 19, 21 градус выше нуля. Температура морской воды плюс 22. Ярмарка недвижимости, полный спектр услуг от А до Я. Консультации по подбору и оценке объектов, юридическое сопровождение сделки, нотариальные услуги, помощь адвоката. Купить недвижимость выгодно, безопасно, просто. С 28 по 29 сентября зимний театр. Вход свободный. Поделились опытом. В Сочи прибыла делегация МВД Белоруссии. Сотрудники управления по обеспечению безопасности на транспортных объектах приехали из Минска, чтобы изучить, как устроена работа на сочинских вокзалах, в морпорту и на воздушной гавани курорта. Сегодня для гостей провели экскурсию по сочинскому железнодорожному вокзалу. Чем отличается работа у транспортных полицейских двух стран, расскажем в нашем сюжете. 40 досмотровиков у нас здесь организовывают досмотр граждан. Ну и, соответственно, находятся сотрудники полиции постоянно в этом комплексе. Экскурсию по ЖД вокзалу начинают с зоны досмотра. Эти павильоны оборудовали к Олимпиаде. И вот уже пять лет они помогают обеспечивать безопасность сочинцев и гостей курорта. Такие же зоны досмотра есть на всех станциях от Лазаревского до Олимпийского парка. Гости из МВД Беларуси удивляются. У них даже на самой большой станции в столице такого нет. Досмотров нет. Но вот самая крупная станция – Минспассажирский. На смену заступает 6-7 милиционеров. Службы безопасности нет. Дружинники помогают. Такие меры безопасности на сочинских вокзалах и в аэропорту обеспечены за большого числа пассажиров – около 100 тысяч ежедневно. Курорт принимает более 200 крупных событий в год. Зона ответственности транспортной полиции – это 8 вокзалов, аэропорт и морской порт. Летом здесь курсируют 88 поездов дальнего следования и 25 пар электропоездов пригородного сообщения в сутки. Аэропорт принимает более 90 авиарейсов. Показываем наше взаимодействие с другими силовыми структурами, с сотрудниками РЖД в плане обеспечения порядка, организации досмотровых мероприятий. Мы являемся, наш город Сочи является лидером в данном направлении. Мы имеем возможность организовать стопроцентный досмотр граждан. Поэтому нам есть что сказать. Сегодня из Сочи в Минск есть прямые авиарейсы. Из Беларуси на побережье ходят и поезда. Поэтому транспортные полицейские двух стран заинтересованы в сотрудничестве и с большим интересом делятся опытом. Регион сложный. Здесь это, как сейчас говорят, площадка для многих международных событий и мероприятий. Поэтому мы рады, что уровень безопасности является здесь образцовым как и для всей федерации, так и для других государств. Завтра делегации соседней республики планируют познакомиться с организацией работы в морпорту и в воздушной гавани курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Почти 4000 пачек сигарет. Такую нелегальную партию задержали на границе с Абхазией. Груз перевозили две иномарки. Автомобиль Ford прибыл на границу поздно ночью. Водитель спешил и заявил, что товаров для таможенного декларирования нет. Однако машину отправили на досмотр с помощью рентгена и кинологов. В автомобиле было обнаружено множество тайников. Иномарка как конструктор состояла из скрытых полостей, наполненных сигаретами. Пачки были спрятаны за ковролиновым покрытием, в крышке багажника, за шумоизоляцией, за обшивкой дверей в механизмах стеклоподъемников. Всего таможенники обнаружили 99 блоков сигарет без акцизных марок. Это 990 пачек. А двумя днями ранее на границе также задержали прибывший из Абхазии микроавтобус. В нем тоже нашли сигаретный тайник. В днище салона после демонтирования пассажирских сидений, ковролина и уплотнителя было обнаружено три скрытых полости. В них находились 280 блоков сигарет. Это 2800 пачек. Незаконные товары и автомобили изъяты. Возбуждены четыре дела об административных правонарушениях. В Сочи на каждый полет квадрокоптера необходимо получить разрешение. Об этом жителям и гостям курорта напоминает городское УВД. Полеты малой авиации и беспилотных летательных аппаратов весом более 250 граммов должны быть зарегистрированы. И на каждый полет требуется получить разрешение. Владельцам такого рода техники стоит помнить, что несанкционированные полеты радиоуправляемых самолетов, вертолетов, дронов и коптеров, управляемых физическими лицами вне помещений запрещены. Во время массовых мероприятий полеты беспилотников в зоне проведения праздников возможны только в соответствии с законодательством. За нарушение правил установлены штрафы на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 25 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 250 до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток. Сочинские 33 водопада вошли в тройку самых красивых в России. Один из интернет-порталов опросил пользователей и узнал, какой водопад в стране туристы считают самым впечатляющим. Первую строчку списка занял водопад Джур-Джур в Крыму. Его выбрали 33% респондентов. В список лидеров также вошли Чигемские водопады в Кабардино-Балкарии и водопады в долине Шахе в Сочи. За них было отдано 15% голосов. Также путешественники отметили Кивач в республике Карелия и Большой Чульчинский водопад на Алтае. В десятку также вошли водопады в ущелье реки Пшада, близ Геленджика и Лермонтовский водопад в Кисловодске. Китай в центре Сочи. Сегодня в художественном музее открылась выставка известных художников из Азии. «От жизни выше жизни». Выставка картин под таким названием расположилась в трех залах Сочинского художественного музея. Это работы четырех известных художников из Китая, а также сочинского искусствоведа Жанны Отчинаш. Всего порядка 50 картин в масляной и акварельной технике. Китайские художники представили пейзажи русских просторов, знаковые места и природу Китая. А сочинская художница работает с религиозными мотивами. Задача выставки – выразить общественную жизнь и чувства представителей двух разных культур. Она показывает именно те точки соприкосновения идеологических чувств русского и китайского народа. И выставка приурочена к 70-летию в этом году, который отмечается, дипломатических отношений русского и китайского народа. Выставка будет работать по 5 октября. Посетители Сочинского художественного музея также смогут пообщаться с художниками и посетить мастер-классы. В Сочи будет временно изменена схема движения транспорта. 12 октября на курорте пройдут соревнования по триатлону «Айрон Стар». Более полутора тысяч человек из 16 стран выйдут на старт двух дистанций – Олимпийской и легендарной «Железной». Им предстоит преодолеть почти 4 километра в плавь, в 180 километров на велосипеде и более 42 километров бегом. Плавательный этап соревнований пройдет в бухте Эмеретинского порта. Маршрут велогонки стартует на курорте Эмеретинский, а затем уходит в горы по федеральной трассе «Адлер» – Красная Поляна. Беговой этап пройдет по набережной, улицам курорта Эмеретинский и живописному молу. В связи с проведением соревнований с 11 по 13 октября будет временно ограничено движение транспорта на улицах Перспективная, Триумфальная и Морской бульвар. 12 октября с 6 утра до 6 вечера вводится ограничение движения по улице Триумфальной до выезда из Олимпийского парка и далее по Краснополянскому шоссе до горного курорта Альпика-сервис и обратно. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин